Сургутские сыщики раскрыли убийство по неосторожности, произошедшее 9 лет назад в другом государстве. Полицейские сургутского района сменили летнюю форму на зимнюю и сургутянка в течение нескольких дней брала кредиты в пяти банках и перевела мошенникам 6 миллионов рублей. Здравствуйте, в эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут о самых заметных ЧП в Сургуте и Югре в студии Дмитрий Курковец. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От полученных травм потерпевший скончался на месте. Предполагаемый убийца забрал орудие преступления, попытался скрыться, но не успел. Его вместе с ножом задержали полицейские на улице Ленина. Расследование продолжается. Назначен ряд необходимых экспертиз. Мужчина будет дожидаться суда за решеткой. Сургутские сыщики завершили расследование драки 9-летней давности, последствия которой стали для одного из ее участников фатальными. На скамье подсудимых вскоре окажется 34-летний мужчина. По версии следствия, в июне 2013 года обвиняемый, находясь на берегу реки в одном из соседних государств, во время конфликта с ранее незнакомым мужчиной дважды ударил его по лицу. Оппонент упал. И от травмы головы, полученной уже при падении, скончался на месте происшествия. Личность фигуранта тогда установили, но он уже скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В этом году мужчина объявился в Югре, его задержали и предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до двух лет тюрьмы. В Урае местного 28-летнего жителя обвиняют в нападении на полицейских. По версии сыщиков, 27 августа этого года в начале второго ночи мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В медучреждение горожанина доставили для освидетельствования в связи с нарушением общественного порядка. Чтобы избежать ответственности и не желая попадать в изолятор, молодой человек ударил одного из полицейских по голове, а второго в процессе борьбы укусил за палец. Выходка может дорого обойтись мужчине за применение насилия, опасного для жизни или здоровья. В отношении представителя власти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Вердикт вынесет суд. В Сургутском районе сотрудник полиции после суточного дежурства пресек попытку грабежа. Правоохранитель после смены зашел в один из магазинов и стал свидетелем преступления. 55-летний мужчина взял со стеллажа бутылку крепкого алкоголя и, не оплатив его, попытался скрыться. Но не успел, так как был задержан полицейским и сотрудником торговой точки. Мужчина пояснил, что после застолья накануне очень плохо себя чувствовал и хотел поправить здоровье новой порции спиртного. Почему не заплатил, ответить не смог. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Полицейские сургутского района сменили летнюю форму на зимнюю. Перед зданием отдела внутренних дел прошел строевой смотр личного состава. Его проводил руководитель подразделения Олег Савельев. Начальник ОМВД убедился в готовности подчиненных и к несению службы. Вместе с главами подразделений ведомства проверил служебное удостоверение, состояние формы, аккуратность и правильность нашивки погон, размещение знаков, отличие эмблем, шевронов, соответствие обуви, наличие нагрудных и нарукавных знаков. Замечания и нарушения не выявлено. Стражи порядка готовы выполнять поставленные задачи в осенне-зимний период. Вступил в законную силу приговор сургутского городского суда в отношении местного жителя. Он неоднократно попадался на незаконные продажи алкоголя. На заседании представлено доказательство того, что фигурант, ранее привлекавшийся к административной ответственности за это деяние, в прошлом году вновь, несмотря на штрафы и предупреждение, отпустил спиртное, не имея на этот вид деятельности лицензии. В рамках уголовного дела суд назначил предпринимателю штраф в размере 180 тысяч рублей. Мужчина подал апелляцию, которая в суде автономного округа не удовлетворена. А в Нижневартовске на скамье подсудимых вскоре окажется 24-летний юркутянин. Его подозревают в распространении наркотиков. При личном досмотре у него обнаружили несколько банковских карт, мобильные телефоны с противоправной перепиской и изолента. По всей видимости, отпираться было бессмысленно, и молодой человек сознался, что работает курьером с июля этого года. В октябре он прибыл в столицу Самотлора, снял квартиру, на следующий день пошел раскладывать закладки, где и был задержан правоохранителями. В одном из организованных тайников стражи порядка изъяли два свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический дурман весом более трех граммов. Возбуждено уголовное дело. Сургутянка отдала мошенникам 6 миллионов рублей. Ее обманули по старой схеме. Сообщили о попытке оформления кредита на ее имя. Рекомендовали никому не сообщать о происходящем, а взять встречные займы, а деньги внести на предоставленную какую-то сейфовую ячейку, чтобы обеспечить сохранность. Беседа перетекла в один из мессенджеров. Югорчанка строго следовала инструкциям. Взяла кредит, обналичила в салоне сотовой связи. Купила смартфон, сим-карту, прикрепила к номеру. Карту с виртуальным счетом перевела деньги по указанным реквизитам. В течение трех дней мошенник связывался с потерпевшей вновь и вновь. И каждый раз повторял одну и ту же легенду об оформлении кредита на ее имя, только озвучивал разные банки. Доверчивая женщина прилежно выполняла все указания. В последний день онлайн-заим оформить не удалось. Женщина пришла в отделение, но до закрытия оставалось мало времени, и ее не приняли. Но сургутянка не отступила. Она вернулась в банк утром следующего дня и добилась цели. В итоге она взяла кредиты в пяти банках в общей сложности на 5 миллионов 900 тысяч рублей. Все эти деньги утекли к эферистам. Поняла женщина, что ее обманули, когда подобные схемы развода прочитала в интернете. Попыталась связаться со звонившим банкиром, но тот исчез. Возбуждено уголовное дело. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в нашу группу во Вконтакте. Также читайте наши новости на сайте www.indefisnews.ru и в телеграм-канале ОМЕДИА. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин